Итак, всем доброго времени суток, товарищи, друзья, комрады. Рад вас приветствовать, с вами я, Алексей Араторнович, собственно говоря. Здесь поудобнее, ну а мы будем начинать. Наконец-таки, наконец-таки вышло дополнение к модификации Page 1220 ED Иерусалимское Королевство перед вами. Да, дождались. Примерно через месяц все остальные смогут поиграть. Сейчас модификация будет чутка дорабатываться, там небольшие есть вещи, которые нужно доделать. Это мы все по обзору выясним, выясним. Ну и, в общем-то говоря, если что, вместе с вами в комментариях предложим какие-нибудь идеи для разработчика. Может быть, он это запилит и докрутит. Итак, всем, ребят, здесь поудобнее, ну а мы начинаем. Иерусалимское Королевство. Лидер Йоанн Дебриен Регент. Возможно, где-то буду ошибаться в ударениях, в словах царян. Я плохо читаю имена арабские, но ладно. Итак, религия католицизм. Когда в 1225 году Иерусалимским королем стал Фрид Викторой Штауфен, ему удалось на время вернуть Иерусалим христианам, воспользовавшись противоречиями между мусульманами, правителями. Захват Иерусалима в 1244 году харизмийцами, остатками туркменских войск Джалд Аддина Мангбурны, призванным аюбинским султаном Египта Ас-Салих Наджим Аддин Аюб Ибн Мухаммадом, извиняюсь, ознаменовал конец христианского владычества над этим древним городом. Хотя в тот период времени королем Иерусалима был Конрад II, Гонгштауфен. Фактическая власть в королевстве перешла в руки короля Кипра из династии Лузиньянов. Ну, как-то так. Итак, культурная особенность – помогать, защищать, исцелять. Блеск величия. Радиус влияния полководца плюс 30% все персонажи. Освободители. Вдвоенное пополнение войск после битвы за счет побежденной армии. Шикарно. Религиозное влияние плюс 15% для католиков-христиан. Офигеть. То есть не будет проблем сильно с культурными различиями. И также проникновение религии плюс 20% для католиков-христиан все провинции. Особенность фракции – не терпит бог людской гордыни. Че слово истинно и вечно. Вера в нашего бога, боевой дух плюс 10% против армии, исповедующих, ну и религию. А также торговые пошлины плюс 40%. Ну и дебаф. Ох. Саундпак шикарен. Мазон из медиа самый топчик. Итак, непримиримые веры. Увеличение штрафа за общественный порядок перед заглазием между новыми религиями вся фракция. Ага. То есть в принципе... Я думаю, это будет хорошо дефиться как раз таки культурной особенностью. Как раз таки религиозное время плюс 15% для католиков-христиан это очень жесткий буст на самом деле. Итак, начнем. Пожалуй, на очень высоком. На легенде я уже объяснял, почему в этот мод пока не играю. Будем лишь так играть, когда он выйдет полностью. Потому что если какие-то небольшие погрехи, так или иначе, они будут встречаться, возможно. И чтобы, если что, если у нас компания вылетит, я смогу перезагрузиться примерно на 5-6 ходов и исправить то, из-за чего у нас, допустим, могут быть вылеты. Итак, базовая сложность очень высокая. Ну что, погнали. Время боя 40 минут. Ну что, поехали. Пятый крестовый поход. Попытка европейцев вновь приобрести Иерусалим и остальную часть Святой Земли. Папа Ганори III организовал поход армии крестоносцев во главе с королем Андрашем II, венгерским, и герцогом Леопольдом. Шестым, австрийским, в Святую Землю. Однако, в итоге их действия, Иерусалим остался в руках мусульман. Первым крест принял Андраш II. До своего возвращения в Венгрию он оставался лидером Пятого крестового похода. Андраш II и его войска собрались 23 августа 1217 года в Сплите. 9 октября Венецианский флот, крупнейший в Европе флот в ту эпоху, доставил крестоносцев и на Кипр, откуда они отплыли в Акру. Святая Земля Это мы сейчас как раз таки читали в описании. И можем начинать. Новое задание. Глава 1. Пятый крестовый поход. Пятый крестовый поход. Попытка европейцы вновь приобрести Иерусалим и остальную часть Святой Земли. Папа Которий III организовал поход армии крестоноса во главе с королем Андрашем II, венгерским и герцогом Леопольдом. Вот как раз таки то, что я читал. Вот, они высадились как раз таки на острове. Наверное, собрали флот в ту эпоху, которую доставил их на Кипр. И оттуда они отправились как раз таки в Акру. Все. Цели продержаться до следующей весны. Тысяча двухсот тридцатые. Ну и казна плюс две тысячи. Добавлю новые дополнительные цели. Кстати, да. Первая глава. Подготовка к войне. Вести войну с этой фракцией Айубиды. Война была одной из немногих постоянных вещей в зыбучих песках Аравийского полуострова. В Иерусалиме после высадки крестоносцев мусульманские власти разрушили стены и фортификационные сооружения, чтобы не дать христианам защитить город, если бы им удалось его занять. Многие жители бежали из города, опасаясь повторения кровопролития первого крестового похода в 1999 году. В 1999 году. Награда 2500. Рыцари Христа. Вторая глава. Вернее, вторая цель. Изучить следующую технологию централизации власти. Получить власть над пятью поселениями, включая следующие. Иерусалим. Держать не менее 30 отрядов одновременно. И также поддерживать торговые отношения с пятью фракциями одновременно. Хочу сказать сразу то, что будут допиливаться главы. Пока что они прописаны до 1230 года. То есть они будут прописываться и на релизе мы уже получим пару глав еще, что очень хорошо. Условия победы. Продержаться до следующей весны 1320. Получить власть над 40 поселениями. Сохранить власть над следующими провинциями. Сирия, Палестин и Миссар. Изучить не менее 10 технологий. Держать не менее 60 отрядов одновременно. И также получить указанную сумму денег от всех зданий 25 тысяч. Так. Ну, погнали. Итак, наш король Иоанн Дебриен. Регент. Так. И наследник Вильден. Понятно. У обоих нет жены. Чем мы чуть позже, конечно же, займемся. Само собой. Высший совет Хуэрдис, Ильдар и Замир. Кандидаты, которых можно было бы посадить как раз-таки губернаторами. Фулладрат и Роланд. В принципе, неплохая власть терпимая. 43%. Я, конечно же, подниму это дело. Это, в принципе, легко бустится. Так. Господство приемлемое. И давайте сейчас можно, в принципе, наследника посадить в аристократах. Да, он поднимал потихонечку личность. О, личность, еще говорю, влияние. Так. И губернаторы. Хьюрдис. Богатство плюс 10 от культурных построек. Веренная провинция. Замир. Полководец. Угу. Понял. Фуллрат-организатор. И Роланд-укротители. То есть, в принципе, сейчас под губернатора только Хьюрдис может нормально так закосить. Понятно. Понятно. У нас следующие поселения на старте. Фомагуста, где есть сельский городок, причал и второго уровня двуполье. Антиохия. Замок второго уровня. Рыбацкий причал второго уровня. Также есть скит второго уровня. Как раз таки, откуда мы можем начать свой набор пехоты. А это именно кавалерия ордена и мечники ордена. В Акре у нас имеется сельский городок, где мы можем нанимать рыцарей крестоносцев, ополчение с баграми и стрелков крестоносцев. Также есть причал и чаны для краски. Ну и, собственно говоря, все. Мы сейчас по дипломатии, что торгуем с грузин, кельгийской Армении. И также торговый прогноз у нас идет как раз таки с Латинской империей. Понятно. В союзе мы оборонительным с Австрией, Латинской империей, папским государством и Венгрией. Можем, в принципе, на старте попробовать начать торговать, допустим, с Сицилией. За договора и можно, в принципе, попросить денег. Торговать с нами многие хотят. Я смотрю, это очень даже приятно. Это очень даже приятно. Деньги нам сейчас очень пригодятся. Так, отлично. Так, мы также сможем сейчас поторговать. Польша есть, Ломбарди, Никейская империя торговать хотят. Саундпак на фоне музыка. Очень даже приятно, кстати, мне нравится. Можно упрачный союз, кстати, да, замутить, допустим. Потребовать у Ломбарди жену. Ульбану, у Бальну, вернее, умная. Личное влияние плюс два заход. Личное влияние при каждом изменении плюс один муж. И хитрость плюс один. Есть еще Арагуна, верная. Личное влияние плюс два заход. Авторитет плюс один муж. Но все-таки у Бальну вроде как получше будет. На, еще поймал уже. Так, но не хотят, не хотят нам ее выдавать, увы. Ладно. Так, Папское государство, может быть, сможет мне что-нибудь дать. Ничего, ничего. Сицилия, может быть, брачный союз. Дуэлья Флавиан. Хитрая, кстати, да? Тоже неплохо. Да, отлично. У нашего короля появляется возможность сейчас заполучить себе довольно-таки молодую особу. Что мы и делаем. Отлично. Отлично. Так, теперь можно попробовать с Ломбарди просто поторговать. Не хотят те Польша. Ага, давайте торговать. Не хотят. Ну, в принципе, тут у нас еще есть Венеция. Что, в принципе, может быть, и захочет. Нет, не хочет. Так, ну, все. В общем-то говоря, больше я ничего сделать не могу. Здесь у нас и убиды. У нас армия у короля Стража Веры. Сирийские копейщики, два отряда. Ополчение с Баграми. Стрелки-крестоносцы. И рыцари-тамплиеры с рыцарями-крестоносцами. И еще одна армия. Ведет их Ильдар, Боятеля Всевышнего. Два отряда ополчения с Баграми. Два отряда стрелки-крестоносцы. Также рыцари-тамплиеры и рыцари-крестоносцы. Так, ну, как вы понимаете, мы сейчас, наверное, двинем все-таки на Керак. Раз на то пошло. А Дамаск у нас является частью провинции Сирия. То есть, если мы сейчас захватим Сирию. Предводителя взять, допустим, можно наемников, да? Чтобы попроще было, да? Как раз-таки в провинции Аравия. Потому что я думаю, что, скорее всего, сейчас в Сирии мы никого не наймем из наемников. Потому что я знаю, что там не наймем никого. А вот здесь можно нанять. Я предварительно поиграл, и примерно по уровню сложности уже могу сказать, что стоит делать, а что не стоит. Давайте, наверное, Иоанна Дебриена. Не, наверное, а точно отправим в Керак. Выступаем. Ну что? Начнем. Объявляем войну Аюбидом. Войных союзников нет, но там уже Аюбиды со всеми воюют, по сути. Итак, мы выступаем на Керак, нашим королем. Так. Пошла осада. Отлично. Кстати, здесь какие-то пульты были, оказывается. Вот она. Знал бы уже, наверное, попробовал бы штурмовать. Ну ладно, пускай идет осада. Мы сейчас здесь возьмем туда башню. Так, сделаем. Башни, лестницы. Мы сейчас быстренько на Маск захватим. Можно наемников взять, допустим, пехоту ближнего боя, или же, допустим, лучников. Лучники очень нам пригодятся. Они довольно-таки дорогие. Ну, хотя, в принципе, не такие уж и дорогие. Давайте возьмем сейчас пехоты, копейщиков этих. Джунды-копейщики. Нубийские копейщики. Джунды-мечники. Давайте джунтов-мечников возьмем. Мне кажется, получше будет. Так, ну и, в принципе, нам должно этого хватить. Ну, можно бедуинтную верблюду взять. Итого, мы тратим 1500 голды. 1600 голды, да, на наемников, в принципе, в Аравии. Так, ладно, наймем их. Что-то я убрал случайно. Так, ну что, идем на Дамаск. Первая наша битва. Всем приятного просмотра. Мы начинаем. Так, отлично. Подождем туман. Сухая погода. Почему я сейчас решил набрать, как раз таки, наемников именно в эту армию? Объясню. Учитывая то, что наш царь, собственно говоря, сейчас захватывает город южнее, взять Дамаск как бы... Необходимо для того, чтобы мы смогли сейчас сразу же после победы нанять юнитов и отправиться ему в подкрепление. Вот. А наемников как бы набирать на один ход, ну, знаете, такое себе. То есть там содержание, понятное дело, это нехорошо. Так, ну ладно, раз вылазка, значит вылазка. Пускай в первых рядах у нас будут эти вот мечники. На резерве пускай будут наши ополчения с баграми. Можно в центре оставить их, а пускай мечники контролят удары по флангам, к примеру. А лучники мои? Мы сейчас их расставим. В этом отряде аж их 120. Ну, кстати, да, отхаты лучники, они мощные. Я об этом знаю. Прекрасно. Не раз нанимали все-таки в свое время. Какие интересные офицеры. Прикольно. Вот, джунды мечники. Блин, я с ними обычно воевал, а тут они у меня в наемниках. Пипец непривычно на самом деле. Так, наше ополчение с баграми. Ну и наша кавалерия. Да, кстати, новые модели для юнитов подвезли. И знаете, мне нравится. Довольно эпично. Теперь гораздо лучше выглядит. И на фоне других европейских государств, юниты все-таки отличаются гораздо. Гораздо от тех, что у нас, допустим, в Европе. Не во всем, но в больших, крайне мере, частях. Наша кавалерия наемная. Прикольная, кстати. Мне нравится. Вот вы сейчас и будете врываться. Ну и еще рыцари. Тоже интересный офицер. Рассмотрите. Поподробнее. Довольно эпично. Стеброню связли для лошадей. Если вы не видели, можете тоже посмотреть. Достаточно тоже интересно. Это у нас охрана полководца, как вы понимаете. Вот наш лидер этой армии. Командир. Ну, погоню, как говорится, из песней. Быстренько сейчас задавим их. И у нас еще очень много целины тут. Обзор, так сказать. Нужно все воспитать сделать. Как синхроны обороны были, тюня, капец. Хотя музыку завезли для битв тоже, я смотрю, да? Эпик. Шикарно. Вот тут я понимаю геймплей. То, чего, блин, я очень долго ждал. И оно того стоило, ей-богу. Ну, там музыка из медиа. На ямнике, конечно, эпично, да. Джунды, это еще непривычно для меня. Я обычно их никогда не брал. Так, давайте-ка сейчас справа фланга обойдем. Кавалерии. Ямы серые стоят. Колья. Волчьи ямы. Пипец. Накидали. Прям не зайдешь с фланга, да? А если прям кавалерии влететь? Или она этого не стоит? Вижу. Пусть ближе подходят, подходят, да? Мы их там заберем. Вот тебе я, юбиды. Да, я вижу, что здесь у многих доспехи поменяли. Хорошо. Пипец. Они на свои же эти попались нормально. Хорошо. Вы что, охренели, что ли? Засмотрелся на юнитов. Тут у нас уже атака произошла. Удар по правому флангу у кавалерии. Ничего страшного. Так, отступим. Что-то жестко. Кого у них здесь? Попробовал бы отвезти, но пока не стоит. Ну и здесь за Багра я не беспокоюсь, потому что они выдают, что-то я знаю, это точно. Наверняка. Так, а вот сюда. Полкан у них неугомонный, блин. Сайдрился на лученького и стоит до последнего. Так, наш кавалерий влетает. Отлично. Скоро на Иерусалим пойдем уже. Такими темпами-то. Все. Бой завязался. Отлично. Расстреливаем. Так, подсовим здесь. Так, вот тут встать надо, да? Построиться. Так, кавалерия расправилась, нет? Подкрепление небольшое отправим. Наши кавы не справляются, у них кавалерия жесткая. Конница Аскари, это жесть. Очень сильная кавалерия ближнего боя. Да, кавалерия тут мутутит себя, конечно, жестко. Так, полководца вражеского мы расстреляли. Отлично. Осталось разобрать только кавалерию, да? Отлично. Минус пехота, осталось лишь кава. Ну все, победа. Отлично. Итак, Дамаск пал. Оккупируем. Отлично. Ой, нестабильность, минус 40, жесть. Это музыка из Эмпайра, мне кажется. Так, ладно, распускаем. Так, теперь нужно разобраться, что строить нам. Да, давайте сделаем сразу же, да? Мы имеем рыцарей и пеших. Так, и начнем думать, что нам здесь строить. Помогусьте, по общественному порядку довольно все так себе. Печально. Здесь пища, все отлично. У нас пища в Антиохе минус 30. Это жестко. Но есть причал как что. Причал для краски, рыбацкие причалы. Давайте сейчас в Акре отстроим, что. Поля. Нам нужна пища все-таки. И надо бы отстроить здесь торговую верфь в Акре. Блин, если мы бы не вторглись. Что по гарнизонам? Ну, гарнизоны, в принципе, неплохие. Но, конечно, было бы здорово, если бы их было больше. Да, было бы, наверное, очень имбово. Хотя, вот, в принципе, такого состава, возможно, даже будет хватать. Чтобы пол стака разобрать. Может быть и стак. Если еще, допустим, стак будет хотя бы небольшой стоять в городе отряда из 6-7. Этого вполне будет хватать. Пойдем изучать новобранцев. Там в тренировочном лагере появится стоимость найма для конницы, боезапас плюс 5, стоимость содержания для всех войск, стоимость найма минус 10% для пехоты, скорость перемещения. Да, еще хочу заметить, что переобучение армии, то есть замена войск, появится через неделю. То есть, там будет апдет этой модификации. Я, как сказал ранее, то модификация будет обновляться, поэтому многое все еще подъезжает и будет подъезжать. И уже на релизе мы получим полноценный геймплей. И на эту кампанию, естественно. Так, ну все. Здесь наемников, как я и сказал, нету в Палестине, а в Дамаске тоже нету. Все. Так, ну, держим осаду. Не знаю, есть ли еще войска, я один ход сегодня же делал. Поэтому надеюсь, что армии из Руслима сейчас никакие неведомые не появятся. Я хочу заметить, что здесь у нас тоже есть войска, некоторых государств союзных. Это Австрия и армия в Венгрии. Посмотрим, что будут делать, что будут захватывать. А у Ебидов, хочу заметить, первый уровень силы. 15 поселений. 15. Это жесть. Самая сильная фракция на старте. Я как-то помню играл, помню, как у меня в Венгрии всех снесла и захватила весь Восток. У них там было 35 поселений. Это жесть. Мы тогда играли за Богемию, тоже было весело. Вот. Все позахватывали. Кстати, хочу заметить, что цвета фракции изменили. Вроде как немного. Наконец-таки могу рассмотреть, что у нас в старте у Ромского Султаната, у Никийской Империи, Латинской Империи. Как-то так мы сейчас можем увидеть уже, да? Прежде чем модификация эта обновится, и там новые фракции добавят. Но когда это будет, я не знаю. Но Никийская Империя, я думаю, быстро пойдет. Ромский Султанат задавит их. А вот Латинская Империя, посмотрим. Посмотрим. Ну что. Первый ход. Можно будет сейчас заканчивать. Набор Главный Советник. Тут у нас Хитрость плюс 2. Плюс 1, вернее, на первом уровне. И Общественный Прядок. Мы сейчас полностью вкачаем это дело. Хотя тут есть еще дальность перемещения. Вот, заметьте. Плюс 10 подчиненными войсками. Полковод Султанат. И авторитет плюс 1. Неплохо. Кстати, провинция у нас целая. И дикта нету. Почему нет дикта, как вы думаете? Правильно. У нас, в общем-то говоря, нету губернатора. Хердис, давай в Сирию. А Замир, давай в Восточные острова. Итак, что у нас вообще за дикты есть в этой модификации, в обновлении? Свободная рабочая сила, стоимость 30-10% в каждой регион провинции. Рост заход плюс 10. Также очень шикарная тема такая, как военные сборы. Тут опыт плюс 1 для всех новых отрядов. Допустим, представьте, вы в 20 провинциях ставите это дело, и у вас все войска с золотыми лычками ходят. Это жесть. Католическое единство. Крутцы минус 5% и также религиозное влияние минус 4% для христианства, кроме католического верования. Каждый регион провинция. Мудрость Востока. Скорость лета дня плюс 2% для гражданских технологий. И также санитария плюс 2%. Массовый призыв, численность сукопутных войск, плюс 1. Вот этого я еще не видел. Нифига. Жестко, жестко. Жалко ничего на... Вообще спряток нет, да? В соседних провинциях можно изначально уже веру прокачивать в провинциях врага. Не только. Давайте возьмем сейчас массовый призыв на ход или рост. Давайте рост. Надо быстренько отстроить провинцию. Так, набор идет. Отлично. Войска сейчас потянутся и будем керак захватывать. А, тут тоже указ. Ну, шикарно. А в чем проблема здесь у нас? Вопросы веры. Население безразлично. Так, ну тут тогда возьмем сейчас католическое единство, понятное дело. Отлично. А здесь, может быть, тоже есть вопросы веры у нас? Да, кстати, может быть, подождем и лучше прокачаем тут религию нашу. Пока что сделаем тогда так. Ну, кстати, если города вкачать до второго уровня, мы получим жесткий гарнизон. Весьма. Три рыцаря крестоносцевого отряда. Три отряда ополчения с баграми. Стрелки и арбалич. Стрелков мало, конечно. Побольше было бы вообще топчик было бы. Так, из Рака могут прийти. Тут тоже поаккуратно нужно сейчас отыграть. Австрийцы, скорее всего, с венгриями пробуют сейчас Аравию захватывать. Флагом в руки. После удара по Кераку нужно будет сразу на Иерусалим выйти, поэтому надо будет после победы в Кераке нанять в Акре нового полководца. Надеюсь, нам бабок будет хватать. Если что, эту армию переброшу сюда и здесь возьму нового полкана, вот и все. А вот и армия Айбидов. Один полководец пока что. Нет, 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 ни с кем воевать не буду. Кстати, да, если там кто-то из европейских государств захочет войны, допустим, с Латинской империей, я думаю, мы разорвем договора. Який Скормини предлагает нам Стефанию. Возраст 24 и чистолюбивая. Верность минус один муж. Личное влияние плюс 3 при каждом изменении муж. Плюс 3 заход еще. Офигеть. Я возьму, пожалуй, пофиг, что верность минус один муж. Он все-таки у нас наследник. Пускай. Бунтарь, елы. Шепчет ему там на уши. Остань. Свергни. Регента. Политическая обструкция. Так, содействие. У влияния очень мало, кстати, у Яна Де Бриена. Поэтому пускай влияние Вильона сейчас под ударом будет. Пятый крестовый поход. Вскоре в Святую Землю прибудут новые отряды крестоносцев. Пятый крестовый поход длится 3 года. Попытка европейцев вновь приобрести Русалин и остальную часть Святой Земли. Вот. Папаганури III организовал поход армии крестоносцев во главе с королем Андрашем II, венгерским, герцогом Леопольдом, четвертым австрийским в Святую Землю. Однако в итоге действие Иерусалим осталось в руках мусульман. Так. Планирую напасть над дами Ято в Египте. Они заключили союз с Анатолией и сельджуками. Сельджуками румского султаната, которые параллельно напали на Юбиду в Сирии. Скоро поступит задание. Окей, ждем. Ну что, выдвигаемся на Керак. Стягиваем наши войска, двигаемся по дороге, дабы избежать потерь. А что вы в пустыне бегали изначально? Ладно. Ну, можно, в принципе, автобоем. Давайте заберем автобоем. Побольше бы хотелось бы успеть за этот ролик сделать. Так, Керак пал. Следующая цель Иерусалим. Иерусалим у нас теперь без стен, потому что из задания вы поняли все прекрасно, что стены там снесли. Для того, чтобы если крестоносцы захватят, можно было бы этот город отбить, так как стен нету теперь. Так, ну и сделаем, как я планировал ранее. Хотя... Да сможешь заход до Иерусалима дойти? Вполне, да? Так, ну и сделаем тогда, как я и планировал. В Кераке вообще что? Малый город, это ремонт. Так, а есть бесплатный полководцы у нас? Такой вопрос есть. Хорошо. Распускаем полкана. 500 голодосодержания. Жесть, конечно. Жестко. Так, берем в акре нового полководца. Давайте фуллоруда возьмем. Тут патрон появился. Клево. Давай возьмем фуллоруда, как я и планировал. Садись в акру и сделай набор, мне значится, пехоты. Жесткой пехоты, пожалуй. Давайте-ка возьмем мечников ордена и возьмем стрелки-крестоносцы. Там у нас в наборе пока что три отряда, но я все-таки на рост повесил. Сейчас как раз таки, мне кажется, так поважнее будет и получше. Так, и наш Йоанн Дебриен получает навыки. Главный советники, главный командующий. Так, готово. Какой город интересный. Всегда изменили текстуры городов, как вы можете видеть. Еще бы цветовую палитру бы чутка поменяли, было бы шикарно. Антиохия наша. Вот так вот она выглядит сейчас, как полагается. Там собор даже вызвели. Ну, прикольно. Жмем ход. А, ну да, губернатор. Давайте Сириля посадим за патрона. Вроде как очень даже годный патрон. И также католическое единство. Порповедь религии, да? Очень будет сейчас необходимо это дело взять. Венгры захотели Эль-Куфу. Что будет дальше, зависит от них. У нас есть постройки. Могут нанять, в принципе. Так, ну и австрийцы, надеюсь, сейчас ударят куда надо. Они могут по Иерусалиму ударить. Не хотелось бы. Надеюсь, что они ударят куда-нибудь севернее. Че им делать на юге? Юг будет наш. Иерусалим падет. Ну и венгры, короче, оставили город без защиты. И ушли куда-то на север. А Юбидо снова возвращается в Багдад? Ну, неясно. Все-таки Австрий идет на Иерусалим. И захватывает Иерусалим. Бляха-муха. Бляд. Крестовый поход? Сука. К ноябрю крестоносцы истощили силы у султана. И, наконец, смогли занять Дяметту. Сразу после захвата города среди лидеров крестоносцев разгорели споры о том, кто будет ими управлять. Светские или худовные лица. Иоанн Дебриен в 1227 году объявил себя хозяином города. Но Пайо Голливао не согласился с этим и вынудил Иоанна вернуться в Акро. Освободите три фракции. Осталось ходов 10. 100, вернее. Доступна постройка. Плац пехоты. А, плац пехоты. Там что-то интересное, возможно, есть. Наем пехоты. Плац пехоты. В смысле? Никого не вижу. Вроде как плац пехоты был изначально. Странная награда, но ладно. Так, я смотрю, тут только в большом городе можно отстроить скит, в котором мы сможем нанимать юнитов. Ну, ясно. Понял, добро. Блин, подстава, конечно, жесть. Ну, идем на Илу. А, Илу, вернее. Там у нас самоцветы. Выступаем! Еще можно освобождать фракции, кстати. Тоже верно. Что-то как-то, короче, австрийцы охренели. Вы не удивляйтесь, что сейчас все так просто. На самом деле, нихера подобного. Юлиды сейчас просто войска клепают. Прошло все два хода. У них сейчас столько армии будет, вы бы знали. Если вы не знакомы с этой модификацией, то будьте готовы к тому, что вашу жопу прорвут здесь, как не знаю что. Религиозное влияние плюс один для ислама, священное место. Да, я так понимаю, сельджуки уже потихонечку готовятся к релизу. Тоже в скором будущем. Так, пустырь. Тут пока ничего не отстроишь, да? А я же юнитов даже нанял специально. Думаю, сейчас как залетим. Сейчас как залетим, ух, хорошо будет. Надо взять сановников. Проповедь религии плюс четыре. Этот регион. Писец. Богатство торговых построек. И еще есть Деза Ствархан. Хорошо. Так, агент пошел. Отлично. Так, добро, добро. Везде у нас херовый общественный порядок, что в принципе неудивительно. Но хотя бы есть набор. На будущее это очень хорошо на самом деле. Вот эти вот жесткие ребята, кстати, мечники Ордена. Я с ними катал, знаю, что они себе представляют. Ну, добро, добро. Византии у нас с богими вывезут. Надеюсь, вывезут. Их обычно сливают, но бывает и такое, что не вывозят. Бывает такое, что не вывозят. Но это редко очень. В общем, посмотрим, как они сейчас будут себя проявлять. Очень интересно на самом деле. Так, захват провинции. Сплоченность на чужой земле. И стоимость содержания минус 7% за колпутные войска. Ой, хорошо. Так как надо полностью вкачать. Так, надо будет сейчас эту армию из Акры перебросить в Вайлу. Здесь бы набор сделать небольшой. Однако сейчас денег нету. Добро. Рост в принципе идет, но потихоньку. Жмем ход. А вот и фулл армия аюбидов сейчас там подтягивается. Не фулл, но почти. Посмотрим, что они будут делать. Скорее всего, будет сейчас сарай выдавить. Так, добро. Армия аюбидов у нас у Эль Куфа, да? Венгрии город перестраивают. Вот у них уже стал побольше гарнизон. Ополчение копийщики. Ополчение с арбалетами. Ну, посмотрим, что они там смогут сделать, предпринять. Так, а я меж тем хотел бы очень на Александрию напасть. Вообще, владеть этим регионом было бы очень хорошо. Аюбиды пока раздуплятся. Столько времени придет. Поэтому не теряем времени и выступаем на Александрию. Да, экспансия жесткая, однако. Нужно идти вперед. Возможно, мы сейчас встретим где-нибудь по пути армии аюбидов. Поэтому аккуратнее играем. Сыновник, давай-ка, наверное, сейчас сюда в Кирак. Потому что здесь у нас проблемы как раз-таки с Верой. Хотя нет, на самом деле все так плохо. В Сирии столько же. Да, пускай Бернард отправляется сюда, в Кирак. Тем временем, мы сейчас тут набираем армию. Потому что рано или поздно все-таки придут к нам аюбиды. И дабы их задефить, нам нужны лучники и багр. То есть, это такой вот состав для дефа аюбидских армий. То есть, багр и лучники это единственное, что вас спасет. Ну, еще кавалерию бы неплохо отрядятся. Но это очень дорого. Лучше взять а3д3 багр. Кстати, багр здесь по содержанию, как видите, 65 голды. Это немного весьма. Жалко багр эти переобучить пока нельзя. Но в скором будущем это будет возможно. Так, ну, мы уже у Александрии. Здесь у нас по-прежнему нету, к сожалению, анагров. Анагров у нас, кстати, что странно. То есть, какие-то пульты в Аравии. Почему их нету здесь? Странно, не знаю. Так, и венгрии сейчас такими темпами потеряют войска. Наняли там фулстак наемников. Тут у них госпиталеры. Даже есть пешие. Откуда? Почему у вас есть, а у меня нету? Я тоже хочу пеших госпиталеров. Что за подстава? Тоже хочу пеших госпиталеров. Так, а что у нас, кстати, по пехоте там или по каве? Так, у нас здесь арбалички крыльца носа появятся. И дальше у нас только гарнизон. И, кстати, эти постройки теперь не дают общественного порядка. Здесь лучше, наверное, строить в самом деле как раз-таки скит. А, кстати, скит тоже не дает общественного порядка. Что делать, как быть? Что за подстава? Ладно. Так, знаете, странно. Вот здесь у нас появится рыцарь-ристо носца, магистр-риспитальер, охрана-барона, иконный сержант. Это, да, и пока все. Там добавят линейку юнитов, я в этом более чем уверен, так что ждем. Так, ну, жмем ход. Уже тысячу предлагают за войну. Сербами, но нет. Не знаю, зачем они вообще в эту войну вступили, но ладно. Тащите. Военные слиют с Австрией. Знаете, нет, почему? Нет, потому что они Иерусалим захватили. Ничего не знают, будем их потом давить. Хотя надо было просто-таки, да, согласиться. Айбиды тут или Куфу разграбили, между прочим, и идут на Керак. И брачный ребенок Семен. В Палестине у нас, возможно, восстание будет. Неприятно. Так, армию из Акры перебрасываем в Керак. Сейчас будем дефить армию Айбидов, которые вот-вот явятся и будут пытаться нас продавить. В Кераке у нас гарнизон еще не пополнился. На ней лучников я еще не успею, к сожалению, да? Ладно, мы идем на Александрию, как и планировали. Ух, там гарнизон, елы-палы. Слушайте, жестко. Еще и луков так много. Жестко, жестко. Башня и лестницы. Таран можно взять? Ага. Таран нам пригодится, я думаю. Так, продолжаем осаду. Отлично. А вот армия Айбидов будет для нас проблемой. Так, агент, давай сюда. Занимайся проповедью религии. То у нас проблемы будут. Так, ну, венг, кстати, попытались сель-эрраку захватить, но, видимо, они потеряли всю свою армию и не сумели разбить врага своего. Что-то страшно печально, ведь надеялся, что все-таки не затащат, но... Что есть, то есть. По дипломатии Аббасидский халифат приветствую вас. Торговать не желаем ли? Нет. Договоры нападений? Нет. Понял. Венеция. Торговать? Отлично. И давайте попробуем сейчас еще с поляками торговать. Не хотят, увы. Мукура, приветствую вас. Торговать не хотят. Договоры нападения тоже не интересуют. Но это наши, знаете, так скажем, враги, по сути говорят. Так что в будущем, я думаю, с ними тоже война так таковая будет, что достаточно печально. Жаль, я сейчас не могу рассмотреть больше. Что происходит на карте комбании, ведь нам для этого нужно будет сделать следующее. Это взять плотоводца и отправить его куда-нибудь искать. От следующей фракции есть заключение торговых соглашений. Однако пока что флота Юрислим отсутствует. Пока что флот отсутствует. Единственный способ это сделать, это отправить сыновника, чтобы он искал. Поэтому давайте отправим. И отправим его сейчас мы сюда. Нам нужно найти Францию, Геную. Этих всех ребят нужно найти нам срочно. Для того, чтобы в будущем с ними как раз таки торговать. Арагон там, Кастилию, Элеон, Португалию и так далее. Шотландию, Англию. Вот их надо найти. Очень хорошие торговые партнеры. И они согласятся тоже точно торговать. Так, ну, жмем ход тогда. Тут уже вовсю пытаются втянуть Юрислимское королевство в войну с монголами. Странные дела творятся. Нет, отказываемся. Венгры возвращаются. А, юбиды, что будут делать? Нападут, я думаю. Да, обязаны. А еще и восстание под Кераком. Восставшие не вступили в бой. Ух ты. Там у них даже есть катапульты. А, у нас губернатор есть, в принципе, который этими катапультами разберется. У них там очень опасная кавалерия. Персидские конные пикинеры. Ух ты. Чуть ли не катафракты. Так, персидские воины. Я особо не боюсь. Однако, вот лучники, возможно, представляют довольно серьезную угрозу. Ну что, погнали. В бой. Полководца врага зовут Шапур. Очень интересная иконка юнита. Полководца. Ну что. За Христа, значит, обязаны заточить сейчас. Моделька у полководца Иерусалимского королевства очень красивая. Мне нравится. Эпичненько. К ним музычка такая на фоне. Погнали. Ну что, в бой и с песней тогда. Да начнется же битва. Так. Балкан. Блин, вы заметили, как города изменились? Достаточно красиво, кстати, выглядит все теперь. Да, нормально. Нормально. А может, мне кажется, вряд ли. По-моему, красивее стало. По-моему, поинтереснее достаточно, наверное. Ну, красиво, красиво. Определенно. Да, армия юбидов сильна. Особенно их персидские, вот эти вот пикинеры. О. Здорово. Как там? Дамир! Что ты тут забыл? Ты же там свою родню спасаешь. Да, нормально тут кавалерия так. Уменького очень жесткая. Зачесался опять, Дамир. Откуда вы все? Ладно, ладно. Как мы будем дефить наш город? Вопрос такой. Мне кажется, все довольно просто. Катапульты, конечно, меня беспокоят. Очень. Очень беспокоят катапульты. Так, отряд с большой скорострельностью. Ну, лучники сюда. Так. Так же. Так же, так же, так же. Нужно сейчас здесь нам поставить багры. Так же нужно багры оставить здесь. У нас остается отряд багров в резерве. Да? Пролучается. Получается так. Плюс лучники. Наверное, не полный отряд там оставлю на баррикадах. А полные отряды я подкну пока здесь. Лукарит тут. Лукарит тут. Арбалейчики. Арбалейчики. Можно арбалейчиков тоже оставить здесь. Но предварительно мы сейчас наши багры опустим ниже. Плюс колья. Обязательно колья. Готовим их. Плюс, конечно же, волчьи ямы. Волчьи ямы у нас будут, наверное... Я думаю, под левород. Можно воткнуть их. Это будет вполне достаточно. Так же мы сейчас что сделаем? Это... Эту вот пехоту. Мы, наверное, поставим ее куда-нибудь. Довольно сильная пехота, кстати. Вот так они выглядят. А, он перерасовал. Потому что раньше-то были тамплиеры. Но не всех. Но не всех перерасовал. Все еще остались тевтонцы. Ну, ладно. Тамплиеры есть. Уже хорошо. Ну, что могу сказать. Отрядок выглядит гораздо лучше. В целом. В целом, красиво. Очень. Особенно в таком пейзаже, так сказать. Шикардос. В таком пейзаже, вернее. Бэкграунд топчик. Мне нравится. Так. Так же губернатор. С губернатором все просто. Мы его оставим сейчас здесь. Он у нас выйдет из боя. То есть выйдет из города. Потом пойдет к катапультам. И зайдет в тылу. Наш лидер останется так же, я думаю, здесь пока что. Подальше. Багры я хочу спрятать, кстати. Хотя давайте-ка поставим их сюда. Вдруг нам нужно будет передислоцировать сюда или сюда. Либо влево, либо вправо. Тяжелый отряд тоже оставлю здесь. Все. Ставить ямы серые пока не знаю, стоит ли. Так. У нас еще, если что, есть ополчение с баграми и отряд рыцарей крестоносцев. Хорошо. Прикольно так. Прикольно так. Не скажешь, что прям тяжелые юниты, но не скажешь, что бичи. Тут мне очень нравится. Стоят пердят там. Впрочем, еще нового. Так. А юбидо заряжает мне сейчас снарядами катапульты. Сейчас как долбанут. И полетела. Красотища, ебово. На востоке редко воевали, на самом деле. Это вы что, типа пытаетесь так по башне попасть? Или вы пытаетесь стены ворвить? Если так, то печально. Не хотелось бы, конечно. Так, я предлагаю ускорить. Есть у меня идея одна. Однако я уже войска свои раскидал где надо. А можно было бы, в принципе, если у них снаряды сейчас кончатся, остаться здесь. Мне было бы гораздо проще дайвить их в целом. О, у них туркменные лучники есть. Херово знаю. А может быть рискнуть сейчас? Конечно, я потеряю коля. Типа, они мне будут вообще теперь необходимы. Я рискну. Перебрасываем. Всех стрелков сюда. Абсолютно всех. Так, только не по волчьим ямам, пожалуйста. Только не по волчьим ямам. Перебрасываем пехоту. Так, резервы перебрасываю сюда. Есть волчьи ямы. Мы вот так вот подойдем. Слева встанем, нормально будет. Волчьи ямы, конечно, печально. Я думал, не хватит бы ума бить по воротам, но они решили бить по крепостной стене. Все-таки и тупой. Как всегда. Впрочем, ничего нового. Так, лучники на позициях. Да не пробьете вы все. Пацаны. Была возможность. Однако вы ее потеряли. Раз-два. 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 Перетягиваемся. Победим в этом бою. Тоже точно. Так, отошли пока. Не знаю, что по дальности. У них вроде как дальность неплохая. Бьем по стрелкам. Пока. Так. Ну, ворота не будут долго кромсать. Мы успеем перестрелять их. Надеюсь, мои стрелки сейчас ступить не будут и будут точно в цель бить. Ну, наяривайте, пацаны. Не жалейте стрел в колчанах. Болтов. Шмаляйте, как можете. Долго вы ворота будете бить, однако. Очень долго. Другая ускорить. Ну-ка, зафокусим. Пипец урон. Офигеть. Больно бьют. Больно бьют. Так, хорошо. И теперь оболитчиков. Ой, больно, 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 больно. Да, потеряли лучников. Я говорил, что ебицкие стрелки это жесть. Норм. Куда-куда, там же волчьи ямы, елы-палы. Можно вот этих вот отправить по волчьим ямам. Они уже все равно не живые, по сути. Вот. Ваши трупы сгодятся. Ну-ка, кстати, хорошо живут. Че? Все. Отряд потерян. Ну и ладно. Так, теперь бавры. Разместим вас здесь. Дохлый отряд поставлю. Что ты здесь делаешь? Что ты бьешь? Капец, вы странные, ребята. Что, забаговали, что ли? Я не понял, что за бдила. Пламенный выстрел по кавалерии залпы. Враги уже под стенами. Ёб твою мать. Что ж такое-то? Убейте его. Все отлично. Мда. И что мы тупим? И что ж, мы не врываемся в бой? Отлично. Туркмонов, конно-лучников мы разобрали. Вы будете бить ворота? Может мне вылазку сделать? Че бояться? Мы сейчас их выбьем так или иначе. Вы бьете ворота или, мне кажется? Мне кажется. Так, делаем вылазку. Заметь позиция. Все. Держим их. Нахера вы развернулись, пацаны? Нахера вы спиной развернулись? Я не знаю, что происходит. Ну, так-то лучше. Тут кавалерия прорвалась. Пару всадников. Ну, башни разбирают. Хорошо. Ай, башни по своим бьют. Или это конницы у них там? Да нет, конницы нету. Башни своих же убивают. Ах, кавалерия прорвалась. Тащим. Багра. Ворота вот-вот падут. Блядь. Быстрее. Музыка очень резко, да, появляется? Еще не говорите. Есть такое, ага. Пускай больше пехоты дачат. Бой, хорошо. Ну, навалитесь. Ай, беды. Вы начали ворота бить, да, снова? Наконец-то. Все, минус башни. Все, пошел замес. Пытаются прорваться. Там у меня отряда юбидов стоит прям. Ой, отряда юбидов. Войны с бакрами, они прям сквозь них пытаются прорваться. Нормально. Тяжелая кавалерия против Багров сосет. Знаете. Что, ваши персидские пикинеры вообще тут ничего не сделают. Даже не пытайтесь. Пецепт тут полегло, да? Жесть. Осада называется города. Херовая осада. И штурм херовый. Мы бы старались. Мы учтем. Чтоб красиво было, давайте отправим каких-нибудь юнитов топовых. Допустим, Мечники Ордена в бой. Пипец. У них жалко. Да! Ты здесь оказался. Прикиньте, да? Лошадь, что творишь? Уходите, я вас назвал. О, хорош. Пипец. Нормально так дефим. У нас вот тамплиеры уже с тевтонцами радуются вовсю. А, не с тевтонцами, просто пускай будет тамплиеры, да и все. Не смотрю на Беральдику. Так уж важно. Хорошей что-то. Вот вам и замес. Все красиво, а? Хе, достучно. Хе, достучно. Хе, 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 хе. Так, они потеряли уже, ну, почти всех. Доборота закрываются уже. Тащим кабу. Надо будет добить их всех. Победа! Победа! Все, отлично. Они текают, да? Хорошо. Ну, кава. В бой. Настало ваше время добивать. Башни бьют, конечно. Мне очень приятно. Пришла целая армия аюбидов. Никто не вернется, никто не вернется с этого похода уж точно. Ну, что могу сказать. Мне понравилось. Достаточно интересно. Катетзи Иерусалим. Немножко другими красками у нас игра начинает раскрываться. Клева. Определенно. Музыка вот только вот в битве она резко начинается и резко заканчивается. То есть, нету ни кульминации, ни какого-то медленного старта, как обычно это бывает в эпичных, допустим, песенках для битвы, да? Баттл-сингл там, баттл-саунд. Ну, а саундпак вообще для, именно для карты компании вообще самый топ. Мне нравится. Зашел хорошо. Очень хорошо. Ну, давайте так. Завтра выйдет продолжение, так что ждите. Так что будьте в курсе. Завтра мы будем захватывать... Александрию, как вы понимаете. Так выполняемся. Так и армия аюбитов разбита. Мы и сдержали натиск. Кирак наш. М? Хоть какая-то польза от союзников, что Иерусалим только взяли. Надеюсь, вы так же его потеряете, как и взяли. Только для этого мне нужно Кирак сдать. Если я Кирак не сдам, они до Иерусалима не дойдут. Восстание в Палестине. Мы его разобрали там, по-моему, да, уже? Да. Так, и осада Александрии. Так. Штурм будет завтра. Вот. Так что ждите. Видосик подъедет. А я тем временем буду билить глобал сагу. Скажу сразу то, что у нас следующая глобал сага, которая выйдет, наверное, в следующем месяце. Это будет сага за Иерусалимское княжество. Королевство, извиняюсь. Так что ждите. Самый эпик только начинается. И нас ждет много всего интересного. Вот. Ну что. На этом все. Первая серия закончилась. Надеюсь, вам понравилось. Ну, а я, пожалуй, побежал. Всем спасибо. Вы лучшие. Удачи. До встречи. Пока.